приветствуем сегодня у нас такой разбор конвертация аудиофайлов флаг 32 бит давайте посмотрим что нам говорят источники что это вообще за формат флаг 32 бит и как его можно преобразовать если надо да давайте начнем с самых основ флаг это free lossless аудио кодек то есть формат который сжимает звук но без потерь ключевое слово loss без потерь да а вот 32 бит это уже про глубину квантования если проще сколько информации в каждом моменте звука больше бит значит теоретически выше точность и динамический диапазон тоже шире звучит конечно внушительно но вот первый вопрос из издушников а зачем вообще кому-то может понадобиться конвертировать такие казалось бы качественные файлы и главное как там упоминается конкретная программа а у и конвертер верно конвертация чаще всего нужна из чисто практических соображений ну например не все плееры не все устройства могут воспроизвести флаг 32 бит а ну да или скажем нужно перевести файл в другой формат пусть тоже lossless но там wave или aif для какой-нибудь специфической задачи для обработки звука понятно а если говорить про вот эту программу а и он конвертер то процесс в общем то довольно стандартный для него то есть ну посмотрите первое запускаем программу второе открываем исходный файл это может быть наш 32 битный флаг или что-то другое третье выбираем во что хотим конвертировать целевой формат там список довольно большой wave aif alac ну и даже mp3 есть и конечно выбираем частоту дискретизации и битность для флаг кстати до 32 бит поддерживается хорошо четвертое указываем папку куда сохранить результат ну и пятое жмем старт все по шагам вроде бы не сложно да интерфейс наверное знакомый тем кто уже с конвертерами работал но самый главный вопрос когда мы говорим о lossless форматах это всегда а что с качеством что источники говорят на этот счет особенно при конвертации а вот это как раз самое интересное программа позиционируется именно как решение которое старается сохранить качество особенно когда работаем с lossless форматами вроде flag wave aif да да и вот если выполняются операции которые потенциально могут на звук повлиять например изменение частоты дискретизации это называется resampling то там как утверждается применяются специальные алгоритмы чтобы минимизировать искажения resampling ну его можно сравнить с изменением разрешения картинки важно сделать аккуратно хорошая технология а там еще упоминалось фильтрация ультразвука это как-то не совсем очевидно для конвертера зачем это нужно по материалам да эта деталь любопытная фильтрация ультразвуковых частот в режиме optimized она убирает частоты выше порога слышимости зачем мы же их не слышим верно не слышим но дело в том что вот эти неслышимые частоты они при воспроизведении на некотором оборудовании особенно на цапах цифроаналоговых преобразователях могут создавать так называемые интермодуляционные искажения а то есть помехи уже в слышимом диапазоне именно нежелательные призвуки и вот программа старается этот потенциальный источник проблем убрать заранее еще на этапе обработки файла ага то есть такая получается превентивная мера для частоты звука уже на выходе но это зависит от тракта воспроизведения так понимаю совершенно верно но тут же пишут что основная масса контента 24 битная и вот вопрос есть ли практический смысл конвертировать 24 бита в 32 что говорят вот это действительно ключевой момент который поднимается да указывают что 24 бита это то с чем мы сталкиваемся гораздо чаще сам флаг он гибкий он поддерживает и 16 и 24 и 32 бита но вот целесообразность перевода 24 бит 32 это большой вопрос технически да можно но вот добавит ли это реально слышимого качество исходной 24 битной записи зависит от конфетного цапа опыта и ощущений слушателя от записи понятно важно помнить флаг любой битности конечно лучше по качеству чем форматы с потерями но типа mp3 320 но и место на диске занимает заметно больше ясно то есть гнаться за максимальными цифрами не всегда получить реальный выигрыш в звуке и так какой вывод мы можем сделать из всего этого мы прошлись по основам флаг 32 бит по конкретному инструменту для конвертации а у ин конвертер поговорили о качестве о практических моментах ну ключевые моменты такие флаг 32 бит это до формат высокого разрешения без потерь конвертация возможно нужно специальное по оно может предлагать и продвинутые функции и вот как минимизация искажений при ресэмплинге или фильтрации ультразвука важно смотреть на ограничения особенно у бесплатных версий ну и помнить что флаг бывает разные 16 24 32 бита выбор зависит от исходной записи и от того что мы хотим получить в общем то что мы хотим получить